МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Украине на интере подробности. Обо всех главных событиях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Что примут, а что нет. И возможен ли компромисс. Верховная Рада. Битва за бюджет. И факелы под стенами Рады. Авария на Запорожской АЭС. Что произошло и когда смогут устранить? Переговоры, перерывы примут, не примут. В воскресенье, а Рада заседает довольно активно. Бюджет на следующий год собрал почти всех депутатов. В зале они часами искали компромиссы. О чем спорили, а что не вызывало дискуссий, подробнее Екатерина Лысенко. Я думаю, пришел час, когда мы можем займаться пиаром. Когда мы можем просто говорить. Сейчас час дойти. Поправки в бюджетные, налоговые кодексы и бюджет 2015. То, ради чего собралась Рада в воскресенье. Утром в зале почти 400 депутатов. Но голосуют первым делом за то, о чем не спорят. Закония прокуратуре. Дать возможность особам, которые имеют фахово-юридичного света, но не имеют ответственного досвиду или строку, необходимого для призначения, все-таки обнимать определенные кадровые посадки в прокуратуре, если генеральный прокурор считает, что такого рода кадровые решения приняты. Голоса нашли, как и на то, чтобы вернуться на рынок селян. Им разрешили торговать молоком и мясом. Соответствующий запрет ждал их с начала следующего года. Еще несколько законопроектов депутаты приняли за считанные минуты. А вот с налогами, доходами, бюджетом снова компромисса нет. Очень активно ведется переговорный процесс практически всех со всеми. Вплоть до личных обещаний каких-то преференций, иногда угрозы, ультиматумы, все что угодно, исключение из фракции. Сейчас пытаются продавить этот закон. Голосов на закон 1577 все еще нет. В Куларах говорят, премьер снова угрожает отставкой в случае непринятия правок и бюджета. Адвокаты того самого бюджета, Народный фронт, читают о нововведениям. И говорят, принять как есть. И кодекс и бюджет коалиция почти обязана. Эти пропозиции щодо сбалансирования бюджета должны поддерживать те фракции, которые взяли на себя ответственность за формирование уряда. Если фракции и коалиции не согласны с таким подходом, очевидно, они в первую очередь должны предъявить претензии своим министрам, которые есть в составе коалиционного уряда. Под понятие пассивный доход попадают и депозиты. Но идею обложить их налогами не поддержали даже в комитете. Мы поддерживали позицию. Комитет голосовал за то, чтобы осталось оподаткувание пассивных доходов в том же размере, как и было раньше. А как будет голосовать рада, это нужно смотреть. А еще льготы и их урезание. Присказовываются практически все надбавки для учителей. То есть за классное руководство, за майстерни, за проверку зошитов. Это фактически складывало около 25% до заработка учителя. Так же в законопроекте 1577 предназначено очень много вещей, связанных с ликвидацией пульс на проезд инвалидов, ликвидацией пульс на проезд незахищенных верст населеня. И главное, скасовывается централизованное финансирование до подвоза детей до школы. Великая часть мажоритарных кандидатов, они хотят за это голосовать, потому что они постоянно в диалоге с опором, со своими, и, естественно, если они проголосуют за скасование социальных пунктов, то им в округ можно приезжать, потому что на них ждет уже смятневый бак, куда их будут засовывать. Великая дискуссия щодо импортных товаров, податков на импорт. Частина депутатов отказывается за это голосовать. Оппозиция сегодня в Раде с плакатами, их повесили напротив ложи правительства. Мы считаем, что это бюджет антисоциальный. Больше того, это трагическая ошибка будет правительской коалиции, если они его приймут, потому что это суттево погрешивает жизнь всех людей в нашей стране. Мы будем голосовать против. Я считаю, что это главное, что не будет индексации пенсии до грудня 2015 года в условиях падения национальной валюты и взрослых цен. Это наибольшая проблема для 13 миллионов пенсионеров, которые есть в нашей стране. А коалиция тем временем ушла на перерыв. Лист двух фракций, самопомощь и радикальной партии Олега Лешка про оголошение перерывы. Я, соответственно, регламенту должен оголосить перерывы на 30 минут. Но полчаса оказалось мало. И дальше паузу просили уже другие фракции. На прохание двух политических фракций, Народного фронта и блоку Порошенко, я оголошу порядка еще не пів години. И так на перерыв выходили еще дважды. До вечера. Екатерина Лысенко, Евгений Каминский, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. О том, что в эти минуты происходит в парламенте, узнаем у Екатерины Лысенко. Она с нами на связи. Катя, здравствуй. Скажи, завершился перерыв? Депутаты вернулись в зал уже? Наталья, добрый вечер. Но хочу сказать, что сегодняшнее заседание, оно напоминает больше длинный перерыв. Потому что вот в 11.30 депутаты ушли договариваться. И до сих пор работа в сессионном зале не началась. Кулары сейчас в полупустые. Часть депутатов находится в сессионном зале. Ожидают окончания результатов переговоров. Часть депутатов даже не знают, о чем договариваются. Часть депутатов говорят о том, о чем договорились вскользь. Единственное, что известно, что в Верховную Раду приезжал президент Петр Порошенко. Он проводил заседание с фракцией блока Петра Порошенко. И вот в куларах пошли даже слухи о том, что там грозили некоторым депутатам выходом из фракции за непринятие бюджетных законов. Но вот недавно вышел представитель фракции блока Петра Порошенко Юрий Луценко. Сказал, что это все слухи, что на самом деле на заседании и при встрече с президентом был достигнут конструктив. Бюджет будет, изменения в налоговый бюджетный кодекс будут сегодня и скорее всего ночью. Я думаю, что сегодня мы принимаем все законопроекты. Можливо, слово сегодня перейдет и на завтра, но без прерыва. Стосовно разбиренности, безумно, они были. У нас великая фракция, она представлена очень разными людьми. Но сейчас в присутствии президента мы вышли на консолидованный результат. Ну и также известно, что в Раде был премьер Арсений Яценюк. Возможно, он и сейчас находится, это неизвестно, потому что депутаты сейчас до сих пор обсуждают где-то в тайном месте те спорные вопросы, те правки из налогового бюджетного кодекса, которые будут либо не будут. Из того, что депутаты говорят не на камеру, что вот в чем сейчас заменка, в том, что депутаты коалиции ждут аналитической таблицы. Они не верят на слух, что какие-то правки отменят, какие-то не отменят. Они хотят увидеть, что это действительно так и только после этого голосовать. Ну, о чем договорились, уже станет, наверное, когда, станет известно, когда депутаты вернутся в сессионный зал. Наталья. Спасибо, Катя. Но если будет какая-то информация, звони, мы вернем тебя в эфир. Екатерина Лысенко из парламента была с нами на связи. И вот как комментируют ситуацию с бюджетом политологи. Серьезнейшие скандалы происходят как раз в вопросе децентрализации. Пытаются навесные бюджеты переложить финансирование практически всей социальной структуры. Сейчас вопрос стоит о том, что бюджет нужно принять любой, любой ценой, но удалить из бюджета, ну, то есть из других законов удалить или перестановить часть положения по льготам, снять препятствия для сокращения реальных доходов бюджетников и вообще сокращения бюджетной сферы. Бюджетом очень нужна новаторская подход к наповнению. На внешнее финансирование мы можем рассчитывать, но не так, как это было, например, по отношению к Польши своего времени, к Угорщине, к Чехии. И поэтому денег объективно становится меньше. Ну а с самого утра возле Верховной Рады собрались несколько сотен человек с плакатами «Забирайте деньги в офшоре, они у бизнеса, нет акцизу и повышению пошлин». Среди них были и заемщики валютных кредитов. Сначала все проходило спокойно, но позднее часть митингующих попыталась прорваться к зданию парламента через кордон милиции, завязалась потасовка. Сюда аж зажег факелы, пострадавших нет. Люди стояли целый день и только вот к вечеру стали понемногу расходиться. В Волынской области шахтеры перекрыли трассу. Это была предупредительная акция. Отребуют они не закрывать шахты в их родном Нововолынске. Из девяти предприятий здесь осталось всего лишь три, да и те, говорят, Минэнерго собирается ликвидировать. Тогда без работы останутся несколько тысяч человек. Это уже не первая акция протеста нововолынских шахтеров. На этой неделе, во вторник, работники недостроенной шахты номер 10 в центре города требовали погасить задолженность по зарплате и возобновить финансирование объектов в следующем году. По их данным, в проекте госбюджета расходы на недострой не предусмотрены. Шахта находится в завершальной стадии будивництва. 500 человек сегодня на будове готовы принять шахтеров первой Нововолынской шахты. Всего необходимый год для ее завершения и 500 миллионов гривен. Если брать, например, по 9-й шахте, то у нас промысловых запасов 1 миллион 400 тысяч. Залишилось. Если брать по 120 тысяч в год, то еще приблизительно минимум на 10 лет мы можем спокойно працювать. На Запорожской атомной электростанции, а это крупнейший объект не только в Украине, но и в Европе, внезапно отключился один энергоблок. Это уже не первая аварийная ситуация. Что произошло на АЭС, разбиралась Ольга Рыцарь. Внеплановая остановка энергоблока на Запорожской АЭС. Это новость одна из топовых. Авария, техническая неисправность. Что бы это могло значить, домыслов много. На сайте компании «Энергоатом» на эти вопросы ответов нет. Только информация о том, что шестой энергоблок остановлен, реакторная установка работает на 40% мощности. Причины срабатывания защиты выясняют. Утечки радиации нет. На Запорожской АЭС успокаивает. Это не авария, а обычный технический инцидент нулевого уровня из семи возможных. Чтобы устранить неполадки, работают специалисты. Волонсируют мощность реактора за счет других пяти энергоблоков. С ядерной радиационной точки зрения абсолютно никаких последствий нет. Миллион мы потеряли, а где-то примерно 300 мегаватт мы загрузили на других энергоблоках Запорожской АЭС. И добавляют, паниковать не стоит, реактор не заглушили. А значит, массовых отключений электроэнергии быть не может. Единственное, конечно, да, пытаются сейчас догрузить по максимуму, загрузить атомные электростанции. В связи с нехваткой угля и в связи с тем, что теплые электростанции не дают достаточных объемов электроэнергии. Да, этот момент есть. Но как бы ничего внештатного такого, что ставило под угрозу экологию или под угрозу, не дай бог, какой-либо аварии аналогичной с Чернобылем, на сегодняшний день нет. Что же стало причиной остановки энергоблока? Скорее всего, перегорел трансформатор, считают эксперты. Так было и три недели назад на той же Запорожской АЭС, только на другом энергоблоке. Тогда он тоже отключился. После этого на станцию несколько раз приезжали высокие комиссии, в том числе и иностранные. Проверял уровень радиации и наша съемочная группа. При допустимой максимальной норме в 30 микрорентген в час, показания дозиметра от 3 до 11. Паника утихла, а неисправность починили за 5 дней. Ольга Рыцарь, Игорь Сюрлий, подробности, телеканал Интер. И сегодня министр энергетики лично докладывал президенту о выходе из строя 6-го энергоблока Запорожской АЭС. По словам Владимира Демтишина, это техническая проблема, которая будет решена за несколько дней. Петр Порошенко поручил министру взять ремонт блока под личный контроль, а еще прокомментировал веерное отключение электричества. Я считаю непрепустимым подальше продолжение практики вееровых отключений электроэнергии. Новый рік, Різдво, Василя, Водохреща. Мы должны обеспечить, чтобы украинцы имели возможность достойно их встречи. Это ответственность Юрлия, ответственность ваша, пана министра. Другая позиция. Никаких посередников в обеспечении импорта электроэнергии я не допускаю. На Востоке в зоне боевых действий постоянно работают наши корреспонденты. На связи со студией Ярослав Кречко. Слав, здравствуй. Какие новости сегодня? Добрый вечер, Наташ. Мы сегодня были в районе поселков Никишино и Чернухино. Это зады Бальцево за время режима тишины. У наших военных там 9 раненых. Ранения в основном осколочные. Попасть в Никишино сейчас можно только на броне. Наши контролируют там всего несколько улиц. Большая часть поселка под террористами. Мирных жителей там не осталось. Дорога на Никишино, она постоянно разведывает две сильные группы. Постойно. Недавно тут не шкодили фугас, который заложили специально на дороге. Постойно провоцируют. За час перемирия не было ни одной дубы, чтобы не было обстрелов. В Чернухино ситуация несколько иная. Наши позиции там обстреливают, но в последние две недели значительно реже. Кроме стрелкового оружия террористы стреляют и из минометов. В Чернухино остались в основном старики и все те, у кого практически не осталось денег. При нас сегодня к нашим военным за помощью обратилась женщина с сыном. Бойцы чем могут, помогают. Еще хуже ситуация с продуктами в соседних оккупированных поселках. Чтобы попасть в магазин, нужно пересечь линию фронта. И понятно, что никакого предновогоднего настроения там нет. А вот, купим и везем. А света полгода не имеет. Куда не ходишь, куда не просишь, и никому ничего не надо. Детей нет, внуков нет рядом. Какое настроение может быть? Какое настроение может быть? Нет настроения. Хочется мира, хочется покоя. Нашим военным на передовую новогодние елки привозят волонтеры. Но вряд ли новогодняя ночь там будет отличаться чем-то от остальных. У меня пока все, Наташа. Спасибо, Слава. Ярослав Кричко был с нами на связи из зоны АТО. И о ситуации в Мариуполе расскажет Львина Седьбулаева. Эля, здравствуй. Как изменилась обстановка по сравнению со вчерашним днем? К сожалению, Наталья, огонь на рубеже между украинской землей и оккупированной не прекращается. Террористы продолжают обстреливать позиции наших военных. Сами боевики прячутся за спинами мирных жителей. Было время, когда за неделю было 57-58 обстрелов этих позиций. За неделю. То есть, когда позиция обстрелилась в 5-10 раз. А сейчас, ну, примерно 2-3 обстрела за день. Ничего не было ни одного дня, чтобы не было обстрела. Ну, слава богу, пока раненых, погибших нет. Наши защитники ни на шаг не отходят от позиции, пристально наблюдают за противником. Однако огонь открывать не имеет права. Сейчас действует режим тишины, но, увы, только с украинской стороны. Там у них посадка, там они сидят. Оттуда иногда стреляют. Рвет этот миномет у них. Прилетают сюда. Вот лес. Там тоже находятся. Там закопались, видно, и хорошо, и крепко. Ну, они и стреляют оттуда постоянно. В режиме тишины мы наблюдаем то, что усиливается передвижение техники, приходят туда. 11 танков зашло. То есть мы это все наблюдали. Усиливается количество, скажем так, их личного состава. Они работают из-под тяжка. Они боятся прямого контакта. И сегодня мы побывали на одном из блиндажей, где держат оборону наши бойцы. Это укрытие успешно. Прошло боевое крещение. И когда боевики стреляли по украинским позициям из минометов, в этом сооружении во время войны могут находиться до 7 человек. Вообще, это РПГ-26. Замечательный вариант. Скажу, муха отдыхает. В частности, скажу так, господам наемникам, ребят, очень тяжело вам дадутся эти денежки, которые вы хотите заработать. Очень тяжело. Поэтому не надо лезть к нам на нашу землю. Местные жители... Местные жители напуганы. Раскаты артиллерийских канонады боевиков регулярно доносятся до их домов. Между селами редко встречаются машины. Многие уехали, остались те, кому просто некуда бежать. Сейчас так живем, одним днем. На время хочу пока вывезти детей, потому что дети очень напуганы у нас. Очень напуганы. Особенно вот это ночные были, когда у нас взрывы. С просонки прям дети очень сильно у нас плакали. На этом у меня все, Наталья. Спасибо, Эля. Ильвина Седьбалаева с новостями из Мариуполя была с нами. Вот уже несколько месяцев каждый день мы связываемся с теми, кто остался жить в оккупированных городах. Узнаем о том, что там происходит, как живут люди, что видят, о чем говорят. Давайте послушаем Донецк и Луганск. Сейчас нам дихтуют наше питание, в основном гуманитарная помощь. Ну, вы знаете, я уже привыкаю, и все мои домашние уже привыкают к борщу с килькой, и мы даже считаем, что это вкусно. Килька везде, килька во всем, килька уже левит из глаз. Но мы очень рады тому, что она есть, потому что каши просто так есть тоже сложно. Мы радуемся всему, что имеем, и будем радоваться и дальше. Будем всегда говорить спасибо за любую помощь. Сейчас с района станицы слышны взрывы, выстрелы, то есть по области сейчас неспокойно. Довольно-таки опасно перебираться между городами, там, север Донецк, Луганск, маршруты. В Донецке продолжаются новогодние представления. На площади Ленина зажглась городская елка. Во дворцах культуры проходят детские новогодние утренники. И все это в присутствии вооруженных людей и с обязательным выступлением кого-то из верхушки ДНР. Ограничены каждые из видов товаров несколькими позициями, поэтому сейчас все у нас движение переместилось на центральный рынок. И там просто яблоко негде упасть. В новогоднюю ночь, что интересно, ни один из ресторанов не будет работать, поскольку много оружия. И, видимо, руководство боится провокаций или каких-то перестрелок, чего-то такого. Поэтому у нас новогодняя ночь пройдет в домашней атмосфере у каждого луганчанина. Все будут дома. Они уже дома. После четырех месяцев плена в Волынскую область вернулись освобожденные бойцы 51-й бригады. 21 человек. Их встречали как настоящих героев, родные земляки с объятиями, с расспросами. Впереди у всех отпуск и реабилитация, а затем снова служба. По данным местных волонтеров, в плену на Донбассе все еще остаются как минимум шесть солдат 51-й бригады. А вот как освобожденных бойцов встречали в Николаеве? Давайте посмотрим. Два часа ночи. Пурга. Минус десять. А этих людей не загонишь в теплое помещение. Они ждут своих близких. Кто сына, кто брата. По оружию. Вин пытался со мной связаться и сообщал, что он жив и здоров. Больше никак. Ну, такой связи никакой. Дождалось. Слава Богу, что дождалось. Вместе с ним и был в плену в Снежно. С Вовой. У меня, правда, первого поменяли, а он там остался. Освобожденных везут из Киева. Дорогу замело, но они все же добрались домой. Три них Николаевских тацгвардейцев встречают с оркестром. Эмоции переполняют. Ура! 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 Бойцы попали в плен под Амбросиевка четыре месяца назад. Их подразделение, отступая, попало в засаду. Все это время воевики возили наших ребят по тюрьмам, а после закрыли в бывшем архиве СБУ в Донецке. Спать приходилось прямо на стеллажах для документов. Есть люди, которые помогали связаться с домом, давали даже на запреты их руководства, давали мобильные телефоны и позвонить. И вроде бы и дома, и что-то еще из той жизни, которая там осталась, где-то проникает. Я немножко растерян, немножко напуган. Вывали инциденты неприятные. То есть, и могли лишний раз ребят тумаками накормить. И кошмарили периодически. О том, как было в плену, говорят неохотно. Ужасная еда, постоянный холод, побои. Рады, что вообще выжили. Рады, что наконец дома. Сейчас все трое мечтают о том, чтобы вернуться на передовую к своим боевым товарищам. И вернуться, если будет приказ. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Николаев. Напомню, в пятницу и субботу из плена пророссийских боевиков на Донбассе освободили 150 украинских военных. Их обменяли на 222 боевика. Это самая масштабная операция обмена за все время АТО. Солдаты из различных подразделений, добровольческих батальонов, волонтеры были в заложниках у боевиков некоторые по несколько месяцев. Одним из переговорщиков по обмену пленными со стороны Украины выступил Виктор Медведчук. СБУ, по словам советника главы ведомства Маркена Лукивского, опасалась сорвать процесс обмена. Поэтому украинских журналистов там не было. Снимали только российские. Мы развалили сегодня и с плотницкими. И списками обменяли. Официально отправлять оружие на Донбасс хотят в Москве. Кто предлагает легализовать эти поставки, а кто открыто рассказывает о том, что завозит на Донбасс российский гуманитарный конвой. Подробнее Данил Русаков из Москвы. То ли сенсационное заявление, то ли запоздалое признание. Госдума России страшно негодует по поводу инициативы США поддержать Украину. Речь идет о поставках оружия из Афганистана. И в Москве готовят свой пропорциональный, ну или не очень пропорциональный ответ. Депутат Нижней палаты парламента от партии власти Франц Клинцевич предлагает вооружать террористов на Донбассе официально. Он даже не прощ принять соответствующий закон. Какую именно технику собирается перебросить в Донецк и Луганск, не сообщается. И что именно хотел таким образом донести Клинцевич, тоже большая загадка. За последние полгода на территорию, подконтрольную боевикам из России, и так направили предостаточно оружия. А еще специалисты НАТО и Вооруженных сил Украины неоднократно фиксировали там присутствие регулярных войск соседней страны. Депутаты Государственной Думы это ничтожество, они никто. Все, что они говорят, не имеет никакого отношения к действительности. Что скажут там в Кремле, то они повторяют как попугая. Тем временем глава Московского городского отделения Красного Креста Игорь Трунов заявил, власть используя так называемые гумконвои, чтобы перебрасывать вооружение боевикам. Он также отметил, что подобные действия не укладываются в рамках международного права. Если инициатива Клинцевича все-таки будет одобрена, что это может принести Украине? Значит ли это, что Кремль начинает играть в открытую? Посмотрим. Данила Русаков и Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала Интер. В штормовой рейс Индонезия потеряла связь со своим пассажирским лайнером. На борту находились 162 человека. Что с ними произошло и найдены ли обломки самолета? Обо всем подробнее Ирина Иванова. Это мой самый страшный кошмар. Такой твит появился 28 декабря в ленте главы индонезийской авиакомпании AirAsia Тони Фернандеса. Кошмар это пропавший аэробус А320, а вместе с ним 155 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолет летел из Сурабаи в Сингапур. Связь с ним оборвалась рано утром при попытке облететь грозовой фронт. Пилоты просили разрешения отклониться от курса из-за погодных условий. Сигналов бедствия не подавали. Мы потеряли контакт с самолетом между Танчжунг-Панданом и Понтианаком в штамарских милях в южном направлении. Это неподалеку побережья острова Белитунг. Там власти и развернули спасательную операцию. Свою помощь Индонезии предложили Малайзия и Австралия. Но поиски не принесли результатов. На предполагаемом месте крушения никаких обломков. С наступлением ночи операцию отложили до утра. Ходят слухи, что обнаружены обломки. Это неправда. Ни самолет, ни его фрагменты не найдены до сих пор. Что же случилось с рейсом QZ-8501 никто не знает. Лайнер почти наверняка упал. Это всего лишь предположение. Возможно сел на воду еще одно. Неизвестно живы ли люди. На борту аэробуса было трое граждан Южной Кореи. По одному жителю Франции, Сингапура и Малайзии. Остальные индонезийцы. Среди исчезнувших 17 детей, в том числе младенец. Родные пассажиры в аэропорту Сингапура убиты горем. Но не теряют надежды. Родственники моего жениха сами спланировали поездку. Отправились отдыхать в последний раз все вместе. Перед нашей свадьбой. Я надеюсь на чудо, молю Бога, чтобы их спас. У меня там двое друзей с ними, пять родственников. Я тоже должен был лететь, но отменил поездку. Помешали другие дела. Оказалось, таких счастливчиков, как Фурнома, немало. 23 человека не прошли регистрацию на злополучный рейс. Для авиалиний Юго-Восточной Азии это третья масштабная авиакатастрофа за год. В марте над Южно-Корейским морем бесследно исчез Боинг-777 малайзийских авиалиний. На его борту было 239 человек. В июле такой же борт Малайзия Airlines сбили боевики в украинском небе над Бонбассом. Погибло 298 человек. Расследование по этому делу до сих пор ведут нидерландские следователи. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. О судьбе пассажиров индонезийского самолета помолился Папа Римский Франциск. Во время воскресной службы в Ватикане на площади Святого Петра он сказал, что мысленно пребывает с родными пострадавших, а также спасателями, которые ведут поисковую операцию. Также папа помолился за пассажиров парома Норман-Атлантик, который загорелся под утро в Ионическом море возле греческого острова Атаной. На его борту было 466 пассажиры. Они там остаются, часть из них. Паром следовал с острова Патрас в итальянский порт Анкона. По неизвестным пока причинам в отсеке для транспорта пассажиров вспыхнул пожар. Потушить его не удалось, но огонь локализовали. Спасательную операцию усложняет непогода. Пассажиров пересаживают шлюпки, их подбирают проходящие мимо торговые суда. Уже удалось спасти около 150 человек. Один погиб. Среди пассажиров две украинки. Об их судьбе пока ничего не известно. Дового ничего не имеет пока что. Наши посольства и в Италии, и в Греции. На контакте с соответствующими органами этих стран. Мы надеемся, что в ближайшее время нам вдастся установить, что они уже эвакуированы из судна. Еще одна трагедия. В Адриатическом море возле итальянского порта Равенна в условиях плохой видимости столкнулись два торговых судна. Одно шло под турецким флагом, другое под знаменем Белиза. Есть жертвы. По предварительным данным, один человек погиб, двое пропали без вести. Турецкий корабль после столкновения затонул. ГАИ, взятки в особо крупных размерах, у кого дома провели обыск, и о том, что происходит в Раде в эти минуты. У нас будет еще одно прямое включение. Все это чуть позже. Оставайтесь с нами. В Плюсах получается у них уже перейти через мостик и Россия, и родичи. На краю страны, как в этих маленьких селах, переживают большие перемены. Мечты кончиты. Зачем бородатая певица хочет встретиться с Путиным? Честно скажу, дед Мороз, не сову. Я Новый год очень сильно люблю. Когда хочешь помочь. И невозможное возможно. Пушечные выстрелы. Артиллеристы расчехлили свои гаубицы. О том, что происходило сегодня в Запорожье, а еще о шапках и невидимках, расскажет Сергей Бордюжа. Этот салют из старинной казахской пушки в честь героев нынешних бойцов 55-й арт-бригады. Невидимок. Так их прозвали за умение в считанные минуты развернуть орудие, нанести удар по противнику и тут же покинуть позиции. Вот уже месяц они дома, в отпуске. Но мысленно ребята там, на войне. Свои боевые гаубицы в Запорожье они расчехлили не для стрельбы, чтобы продемонстрировать преемственность поколений. Ведь украинцы снова становятся воинами. 500 лет назад наша армия была найпотужнейшая в Европе. И сегодня наша армия стает найпотужнейшей. Как хозяйство оборонило свою землю, оборонило Украину так, как сегодня наше войско оборонить нас. Прямо в центре города для всех желающих невидимки проводили своеобразные мастер-классы. Рассказывали, как быстро привести пушку в боевое состояние и навести на цель. Это реально боевое орудие, которым мы непосредственно выполняли задания. Вот также здесь вы можете посмотреть дыры, осколочные. В основном град и минометы. Но главное, ради чего устроили эту патриотическую акцию, показать, Украину есть кому защищать. Я пришел к другу, мы вместе с ним служили в 2007 году. После этого часто общаемся, видимся. Вот его забрали, меня еще пока нет. Вот я пришел к нему проведать его. Через пару дней ротации, и они снова отправятся на восток страны. Чтобы не забывали, откуда родом, нынешние сечевики подарили невидимкам шапки. Казацкие. И хотя носить их не по уставу, зато тепло. А впереди еще два месяца зимы. Иди сюда. На секунду. Вот, ты видишь, вот все влезут сюда. Так иди, иди. Иди, иди. Внимай, снимай. Внимай. Тепло. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал Интер, Запорожье. На краю страны, в нескольких километрах от границы с Россией. Как здесь переживают последние события, чего ждут и как будут встречать Новый год? Людмила Горбач, подробнее из Черниговской области. В этой деревне пару сотен дворов. Местные жители, люди в основном пожилые, до среднего возраста. Молодежь редко, когда встретишь. Разве что кто приедет в гости к своим родственникам на праздники. К Светлане в Горск на Новый год приедет сын студент. Время елку наряжать. У нас такие цикарные игрушки. Вот, какие есть еще из моего детства, скажем так. Сбереглись, забрала у мамы. Это из радянских часов таких. Когда эти игрушки были новыми, Светлана и подумать не могла, что Союзу придет конец. А в нескольких километрах от ее дома проляжет государственная граница. В плюсах получается у них уже перейти через мостик и Россия. И родичи есть, но с такой ситуацией не будет пропуск, это же никто не знает. До зоны боевых действий от Горска сотни километров. Единственное, что напоминает о войне, нескольких мужчин из деревни забрали в армию. А так годами одни и те же проблемы. Работы нет, газа нет. Все на печах сидят. Раньше так было, что день. А теперь уже тамлюсь. Из-за усталости Анна Ивановна и в клуб на Новый год не собирается. Только в церковь, на Рождество. Свои 86 жалуются только на гололед. Она целыми днями вяжет ковры, ухаживает за комнатными цветами. Часами может рассказывать о финской и Великой Отечественной, о голоде и немецком плене. Это ее детство. О происходящем сейчас предпочитает не знать. Телевизор Анна Ивановна почти не включает. Не хочу слухать, потому что душа болит, что война идет, детки гибнут. Так через то и не хочется слухать. Россия тут 5 километров. Сказали, что понаривали ими окопы такие. Ну а в новогодние праздники радость. Приедут почти два десятка внуков и правнуков. Для них бабушка даже елку нарядить собирается. А еще пирогов напечет. Говорит, времена хоть и непростые, но год как встретишь, так и проведешь. Людмила Горбач, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Черниговская область. В Кривом Роге, это Днепропетровская область, промышленники, педагоги, медики и профсоюзы создали общественный совет и выступили в поддержку мэра города Юрия Вилкула. Люди против попыток радикальных сил дестабилизировать ситуацию в городе заявляют, что солидарны с городской властью, которая, по их мнению, даже в нынешних тяжелых условиях удается обеспечивать тепло в домах, бесперебойную работу транспорта, безопасность и нормальную работу городского хозяйства. Наш город, который был всегда спокойным, когда показывал вообще всем пример, он превращается в какой-то очаг дестабилизации. А на самом деле это группа людей до 50, максимум до 100 человек, которые раскачивают эту ситуацию. Идет война. И наши строители, более 150 человек воюют. И в этой ситуации, значит, расшатывать ситуацию изнутри, это неправильно. Вымогательство и взяточничество в особо крупных размерах, в этом подозревают начальника Полтавской областной ГАИ. С обыском к Петру Блажевскому домой пришли сотрудники СБУ и прокуратуры. В его портфеле нашли 18 тысяч долларов, в квартире еще 20, а также 6 тысяч евро и почти миллион гривен. По данным следователей, главный полтавский ГАИшник каждый месяц собирал мзду со своих подчиненных. Все руководители подразделения должны были заплатить от 1000 до 4000 долларов ежемесячно. На должность начальника госавтоинспекции Полтавской области Блажевского назначили всего лишь 8 месяцев назад. Следователи готовят ходатайство о взятии Блажевского под стражу. Подробный материал о нем мы готовим на завтра. Есть ли жизнь под российским прессом? На кону фуагра и устрицы, любимые деликатесы французов. Откажутся ли от них под Новый год из любви к Украине? Как там видят санкции по отношению к Москве? Елена Зорина из Парижа подробнее. На первых страницах французских газет новостей об Украине уже не найти. И о нас по-прежнему знают мало. Я знаю, что это в Европе. Думаю, это туристическая страна. Вот и все. У продавца свадостей Мумунуне и другие заботы. Рождественская ярмарка. Он едва успевает обслуживать покупателей. Работает в сердце Парижа, на Елисейских полях. В Париже очень много русских туристов. Также много из Америки, Африки, Германии, да и со всей Европы. Покупают все, что им предлагают. Например, вафли, блинчики, фрукты. И я желаю, чтобы в Новом году было все так же. С Новым годом. Новый год в этой семье второй по значимости после Рождества праздник. Оксана родом из Донецка, но уже более восьми лет живет в Париже. Ее муж, француз Григорий, говорит, ситуации в Украине, как и санкциями в отношении России, убытками европейских молочников или продавцов овощей. Французы интересуются мало. На уровне Евросоюза у фермеров всегда будет и поддержка, и компенсация. Тем более, когда речь идет о таком незначительном объеме, как экспорт сыра в Россию. Поэтому во время праздников об экономии и речи быть не может. Подарки все равно будут. Из закусок будет, конечно, фуа-гра, и устрицы, сыры. Угощение из расчета 100 евро на человека. По украинским меркам эта сумма, мягко говоря, немалая. А вот по французским расходы незначительные. Средняя зарплата во Франции около 2000 евро. В этой семье под елку только одно желание. Чтобы так было и в Украине. И Штаты, и Европа, они сделали многое. Сегодня вот у меня вопрос к Украине и к нашему правительству. Боюсь, что, к сожалению, через какой-то момент эта помощь, она может закончиться. Потому что люди просто увидят, что Украина ничего сама не делает. Эта семья и ее пожелания скорее исключение, чем правило. Новый год французы обычно отмечают вне дома с друзьями. А еще идут гулять и сырить деньгами на те самые Елисейские поля. Единственное, на чем парижане сэкономили, так это елка. Ее в этом году прислали из Москвы. Французы, конечно, такому подарку не очень обрадовались. Впрочем, предпраздничного настроения это им не испортило. За считанные дни до Нового года в воздухе завис только один вопрос. О передаче России мистралей. Если он не разрешится, в 2015-й для Франции начнется с огромного долга. Придется искать средства для выплаты Москве штрафных санкций. Но пока об этом здесь предпочитают не думать. Из Парижа Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. О чем мечтает Кончита Вурст? Кто оценит актерские таланты футболистов? И как развлекаются хакеры-анонимус? Об этом и не только в нашем обзоре. 13 тысяч паролей и номеров кредиток попали в интернет. Постарались хакеры-анонимус. Единым текстовым файлом выложили персональные данные пользователей сервисов PlayStation, Xbox и Amazon. Сюда же прикрепили пиратскую копию скандального фильма о Ким Чен Ине. Интервью. Комментируя свои подвиги, хулиганы написали. Сделали это просто ради смеха. Боевики исламского государства готовят покушение на гвардейцев Елизаветы II. Британской разведке удалось перехватить в интернете переписку исламистов. Те обсуждают, мол, атаковать членов королевской семьи будет непросто. Поэтому выбирают целью гвардейцев. Британские спецслужбы настороже. Отказываться от караула ее величество не намерено. Буш-старший снова в строю готовится к выписке из больницы. Врачи утверждают, 90-летний, бывший президент США, чувствует себя хорошо. Госпитализировали его в начале недели из-за одышки. Буш часто хватает вирусной инфекции. К тому же страдает разновидностью болезни Паркинсона. Что, однако, не помешало ему отметить свои 90 прыжком с парашютом. Мишель Платини предлагает оценить актерские таланты футболистов. Новая инициатива президента УФА – белые карточки. Наказание за симуляцию на поле, либо за критику в адрес судьи. За такое поведение Платини предлагает удалять игрока с поля на 5-10 минут. Михаэль Шумахер плачет, когда слышит голоса жены и детей. А это значит, что гонщик возвращается к жизни, сообщают итальянские журналисты. Год назад спортсмен получил серьезную травму на горнолыжном курорте. Долго был в коме, сейчас проходит реабилитацию дома. Кончита Вурст мечтает провести неделю с Владимиром Путиным. Бородатая победительница Евровидения 2014 призналась, 7 дней, проведенных с хозяином Кремля, помогли бы ей лучше его понять. В Москве на откровение австрийца пока не откликнулись. Однако ранее из Госдумы не раз звучали призывы запретить концерты Вурст в России и даже называли ее темной силой. Ну а в Киеве светлые силы, очень нужен праздник или хотя бы ощущение праздника. И у них получается то, о чем многие говорили, нереально. Поздравить почти две тысячи детей из оккупированных территорий. Как все это удалось и что в итоге получилось, видела Валентина Левицкая. Игры, танцы, музыка, подарки. Волонтерский центр помощи переселенцам превратился во владение Деда Мороза и сказочных героев. Дед Мороз! Дед Мороз! Здравствуйте, мои хорошие! Очень хорошо, детям очень нравится, все прелесть. Главное, чтобы был мир над головой еще. Зашла на небе зеронька Рязвяна. За столом зібралась вся рідня. На боку чистая ячка тяжедина. И свитечка горит немов заря. Честно скажу, Дед Мороз, не сову. Я Новый год очень сильно люблю. Новогоднему празднику быть решили полтора месяца назад киевские волонтеры и бросили клич в соцсетях. И вот бизнесмены и артисты, студенты и офисные клерки совершенно бескорыстно подключились к подготовке утренника. Для детей, в чьи дома пришла война. Когда я первый раз озвучила, я говорю, давайте елку сделаем. Все сказали, сумасшедшая? Не потянем. Потянем. Люди приносили и украшения, и подарки, и сладкие подарки. И предлагали свою помощь и аниматоры, и фотографы, и все на свете. Ладу клафу в тиховиках. Открыточку маме. Поздравляю маму с Новым годом и желаю, чтобы она всегда была здоровой. Новогодние утренники для переселенцев будут длиться еще три дня. Волонтеры пригласили почти две тысячи детей, а также их родителей. Взрослые сейчас не меньше малышей нуждаются в празднике. Мы не можем отвлечься полностью от этого всего. Но когда нашим детям здесь весело и хорошо, нас это очень радует. Нам тоже легче на душе становится. За праздник спасибо! Новый год! Валентина Левицкая, Павел Лысенко, подробности телеканал Интер. Ну и к нам в эфир возвращается Катерина Лысенко, она находится в парламенте. Кать, какие новости? Да, Наталья, добрый вечер еще раз. Ну вот, новости действительно есть. Три минуты назад народные депутаты вернулись в сессионный зал. Первым делом, за что проголосовали, это за продление своего рабочего дня. До того момента, как они проголосуют все законопроекты. Также в ложе правительства появился премьер-министр вместе со всеми министрами, со всеми составом правительства. То, о чем сейчас говорят, это законопроекты, которые касаются изменения налогового кодекса. Сейчас, ну вот, то, что я слышу, это будет Арсений Яценюк засчитывать те изменения и те компромиссы, которые удалось достичь. Как будут голосовать за законопроекты? Пакетом, либо по отдельности за каждый законопроект? Пока не могу сказать точно. И также, каких компромиссов удалось достичь пока, тоже неизвестно. Но, я думаю, в ближайших выпусках мы расскажем подробнее. Наталья. Спасибо, Катя. Екатерина Лысенко из Верховной Рады. Судя по всему, депутаты будут таки работать всю ночь сегодня. Поэтому следите за развитием событий, за последней информацией и о новостях из Верховной Рады, в том числе на нашем сайте подробности.ua. Уже с понедельника, с завтрашнего дня, в этой студии для вас будет работать Алексей Лихман. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok